Минск, столица Беларуси. Страна, где царит авторитарный режим, где фальсифицируют выборы, где преследуют оппозицию. Здесь родилась Ольга Мельгуй. Здесь много вузов, но Ольга выбрала тот, где нет душной советской атмосферы, хотя для этого и приходится ездить за границу, в Литву, в Вильнюс. Четыре часа и ты в другом мире. Что она чувствует, уезжая из Минска? Это определенное чувство облегчения. Все отмечают это, что когда приезжаешь, как будто бы какой-то груз сваливается с плеч и хочется лететь вперед к Вильнюсу, к его замечательному ландшафту и, в общем, свободному воздуху. Вот здесь, в Вильнюсе, в Европейском гуманитарном университете и учится Ольга. Она, как и ее друзья белорусы, приехала сюда в надежде получить хорошее образование. Они изучают историю, философию, культурологию, учатся самостоятельно думать и задавать вопросы. Атмосфера в любом случае хороша. То есть можно посмотреть на коридоры. Здесь достаточно расслабленные люди, которые, в принципе, делают свое дело, не напрягаясь при этом. И отношения между студентами и преподавателями, конечно, намного проще, чем в белорусских фузах. Университет был создан в Беларуси. В 1992 году философом Анатолием Михайловым. Он хотел давать студентам знания, свободные от идеологических установок. Однако в 2004 году университет в Минске был закрыт. Дипломы, выдаваемые Европейским гуманитарным университетом, признают в Европе, но не в Беларуси. Поэтому выпускники не могут сказать, что ждет их в будущем. Как они видят Беларусь? Диктатура, тирания, социальный терроризм. То, что сегодня есть. Профессия журналиста достаточно опасна и слишком идеологична. То есть либо ты в одном лагере, либо ты в другом лагере. Я для себя выбор такой пока не сделал. А сделать выбор трудно, поскольку развитие ситуации в Беларуси трудно. Предсказуемо. Поэтому всегда нужно быть даже в Вильнюсе настороже. Вот репетиция спектакля. Вещь неполитичная, как и обучение в университете, предупреждают нас студенты. А о политике говорить многие боятся даже здесь. Боятся за себя, за своих родителей, живущих в Беларуси. Вот лишь один пример. Это студенты политологии и европейских исследований второго курса заочного отделения, которого со 2 сентября держат в Беларуси. На окрестина, по-моему, непредъявляемо определенных обвинений. В Беларуси все-таки наш университет считают политическим проектом власти. И поэтому я думаю, что в свете выборов и в контексте вообще ситуации с выборами, я думаю, что студентов ЕГУ будут как-то более настороженно к ним относиться на границе. Президентские выборы пока ничего не могут изменить, уверена Ольга. У кандидатов оппозиции изначально не было шансов. Выборы не могли быть и не могут быть ни свободными, ни честными. В Вильнюсе в преддверии выборов прошла выставка белорусских художников-сатириков-крикутеристов. Люди Зайца и Лукашенко фигуры из комикса. Такая выставка в Беларуси была бы невозможна. Поэтому многие белорусские художники живут в эмиграции. Ольга этого не хотела бы. В Беларуси все еще пока джунгли, которые можно как-то организовать, сделать их достаточно таким космосом человеческим. Именно поэтому с Беларусью может быть связано намного больше каких-то потенциальных таких идей. Ольга уверена, что большинство из тех, кто учится рядом с ней, как и она, надеются изменить Беларусь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...